приветствую всех зрителей нашего канала сегодня я вот решил провести небольшой такой эксперимент думаю многим будет интересно ну дело в том что еще мне давно спрашивали насчет экономии электроэнергии возможно ли каким-то образом экономить электрическую энергию при этом все в пределах закона как бы для этого был приобретен аппарат power saver называется прибор для экономии энергии но чтобы потом не сыпались объявили обвинение на мою голову решил взять самый дорогой аппарат который смог только найти стоит такой аппарат как ни странно в районе 2000 рублей специально для обзоров и тестов я его купил довольно такой интересный он в коробочке идет с ним сервис мануэл то есть полная инструкция по эксплуатации и тут несколько осциллограмм приведенный ну аппарат сам китайский я не знаю если честно даже не понял что тут хотел указать производитель давайте несколько основных его параметров перечислю так производитель обещает до 35 процентную экономию электроэнергии максимальная подключенная нагрузка то есть при котором может работать аппарат составляет 24000 ватт 24 киловатта то есть вот тут мы видим четкие параметры 24000 ватт вот последнее у нас указанное так работает при диапазоне питающих напряжений от 90 до 250 вольт переменного тока указан также модель рабочая частота 50 60 герц все больше ничего нету изначально ну как электронщик я не раз сталкивался с такими аппаратами в сети никогда к сожалению ранее не имелось под рукой даже из простеньких дешевых моделей ну видел несколько обзоров про начинку и конструкцию самого такого аппарата вообще встречается такой аппаратчик в первый раз в таком оформлении довольно стильный элегантный позолоченный вот такой корпус полностью алюминиевый не знаю от чего он поскольку явно нет смысла впихать устройство в алюминиевый корпус тем более что там внутри ничего не греется изначально почувствовал вес в руке подумал что там полностью электронная начинка и аппарат конечно же в какой-то мере должен быть способен экономить электрическую энергию но внутренности аппарата оказались самыми стандартными которые вы можете найти в любом дешевым даже таком приборе вот и все спереди спереди мы видим фаус то есть предохранитель слот для предохранителя газоразрядный газоразрядный индикатор который от старых гирляндах были ну сетевой шнурок и дальше внутри плата абсолютно пустая только два конденсатора вот обратная сторона платы довольно красивая плата но тут всего лишь два конденсатора мощных неполярных конденсатора сейчас укажу параметры под клеем осталась емкость но я все все вам поясню так 400 вольт аси максимум это 5 микрофарад плюс минус 5 процентов ну насчет емкости конденсаторов емкость тоже проверял четыре с половиной микрофарад по мультиметру но это вполне нормально хотя это явно мало и производитель тут опять солгал чуток дальше ну еще хочу сказать что даже емкость 5 микрофарад не имеет такие большие размеры наверное все видели пленочные конденсаторы на 2 и 2 4 7 микрофарада они раза в три меньше чем эти вот поэтому я подозреваю что китайцы просто как всегда взяли маленький конденсатор засунули в большой коробок и залили эпоксидной смолой о чем свидетельствует наличие эпоксидной смолы дальше парочка проводов мы конечно же индикатор сетевой шнурок и слот теперь самое интересное можно ли экономить с помощью вот такого прибора электроэнергию напомню что я заплатил где-то 2000 рублей за этот аппарат как самый хороший самый дорогой который только смог найти ну хочу сказать что вероятно цена корпуса все что пригодного в этом аппарате это только корпус который может стать скажем корпусом для будущего усилителя или преобразователя напряжения в общем довольно стильный компактный хороший корпус еще и алюминиевый но теперь немножечко о расчетах которые мне удалось получить для тестов я использовал две нагрузки в 1 киловатт и в 3 киловатта скажу сразу что в качестве нагрузки в 1 киловатт был использован прожектор с галогенной лампой на 220 вольт потребляет заявленная мощность киловаттной нагрузки составляет 1120 ватт это проверялся цифровым счетчиком то есть указана нагрузка реальная нагрузка на лампочки на прожекторе в 1 киловатт но на самом деле при подключении в сеть за час потребляет 1120 ватт энергии но это довольно таки нормально и вторая нагрузка на 3 киловатта использовал отечественный обогреватель потребляет 3000 ватт заявленная мощность потребляет 3000 10 ватт четко было получено то есть мы тут опять же видим насколько же хорошо хорошо рассчитывали устройство в советском союзе погрешность всего в 10 ватт с учетом что устройство на 3 киловатта давайте теперь посмотрим точнее поясню что у меня получилось спас параллельно подключенным вот этим устройством изначально хочу сказать что устройство включается в любую розетку никакого там сложного сложной процедуры нужно сделать просто втыкается в розетку и все после подключения вот этого сберегательного прибора якобы были получены следующие результаты та нагрузка которая у нас потребляла 1120 ватт за час потребляла с устройством вот этим включенным потребляла 1290 ватт потребление я процедуру повторил два раза получил почти одинаковые результаты то есть получаем давайте во втором случае второго 3 киловаттного обогревателя который потребляет 3010 ватт за час работы потреблял 3450 ватт и я тут немножко порассчитал с включенным вот таким устройством киловаттный обогреватель стал потреблять на 170 ватт больше чем потреблял потребляла без этого устройства и наконец обогреватель на 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 3 тысячи ватт стал потреблять больше на 440 ватт то есть почти пол киловатта больше стало потреблять после того как я подключил все эти устройства это либо заранее продуманный устройство точнее себя представляет не то чтобы экономит энергию наоборот вы будете платить больше если будете использовать эту штуку с учетом вот одного месяца вам наверное наверное придется раскошелиться на 200 300 рублей больше чем без этого устройства наверное это заранее продуманный правительством шаг или что-то вроде этого я не могу точно к сожалению сказать но устройство такого рода если кто использует то выбрасываете поскольку он реально не не экономит энергию а наоборот ну насчет того что можно ли экономить электроэнергию если использовать там подобное устройство или схожее с принципом работы ну на самом деле конденсатором можно экономить электрическую энергию но просто взять конденсатор запараллелить и включить в сеть конечно же получите такие результаты как у меня конденсатором экономить чуть по-иному ну например параллельно соединенная цепочка конденсаторов с определенной емкостью рассчитывается под конкретную нагрузку от него зависит и емкость от включенной нагрузки в первую полуволну синуса конденсатор заряжается большим высокочастотным напряжением то есть высокочастотным током а во вторую полуволну конденсатор разряжается в цепь 220 вольт с такой процедурой электросчетчик будет работать с довольно большой погрешностью можно в какой-то мере экономить вы в сети можете ознакомиться с конструкциями таких приборов которые в себе содержат отдельный генератор управляющий узел чаще всего на теристорах но явно это устройство даже с принципа с учетом принципа работы даже близко не стоит с тем устройством о которых говорится в интернете наверняка в дальнейшем у меня еще будет возможность представить устройство то есть конструкция устройства для экономии электроэнергии на этом думаю все пояснил как мог если имеете такие виды устройства или собираетесь например купить аналогичный прибор то крайне не советую все что вы получите это только прибор который состоит из двух никому не нужных конденсаторов и такого вот солидного корпуса если конечно же вы электронщик то можете заплатить 2000 рублей за вот такой простенький корпус как я сделал сегодня на этом думаю все огорчен конечно же но этого и стоило ожидать китайские производители опять на высоте до новых встреч друзья подписывайтесь на наш канал посещайте сайт и конечно же оставляйте свои отзывы предложения комментарии до новых встреч 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 Продолжение следует...